Всем привет! Продолжаем подключать сенсорные выключатели и различные устройства, совместимые со специальным схемой подключения, рабочей одной по волне. В данном случае я применю тут прожектор светодиодный, JASWAY 10 Вт, и светодиодный светильник JASWAY 8 Вт. Ну, это я с двухклавичным выключателем представлял вариант, но теперь посмотрим, будет ли работать с сенсорным выключателем SISOL. Другие выключатели здесь не годятся, потому что они не могут работать от одной полуволны. Только выключатели SISOL подходят в этот случай. Так, вот этот новый выключатель SISOL, я его не дам получить, а то подсчет уже третий на моем канале. Я его не вскрывал даже, сейчас посмотрим, с чего он состоит. Так, видите, он полностью запечатан, я его сейчас распечатаю. И посмотрим, работа, не работа, я не знаю. Сейчас будем распечатывать. Так, в комплекте поставки сам выключатель. Пульт дистанционного управления, по ссылке, был он отдельно. Ну, не отдельно, вместе с выключателем был. В отличие от Levol, у которых это... Пульт продается отдельно, и стоит он тоже. Levol, кстати, стоит дороже в два раза. То есть, покупать смысла его нет. Так, тут и имеется конденсатор, который мы будем применять вот в этой схеме. C1 как раз нам пригодится здесь, чтобы... Вот он, как раз этот конденсатор. Мы будем ставить подключатель. Так, в общем, у нас вот такой выключатель. Напоминаю, что специальная схема подключения совместима только со светодиодным освещением, с импульсом источника питания. Это могут быть светодиодные лампы с импульсом драил. Светодиодные светильники, как вот этот, с импульсом источника питания, которые не могут мерцать от одной полуволны. То есть, они должны работать от одной полуволны главусловия. Есть светодиодные прожекторы. Ну, светодиодные прожекторы подходят почти любых производителей. Большинство. Большинство они работают, потому что они имеют широкий диапазон питающих напряжения. Здесь, в данном случае, 85-265 вольт. Поэтому они тут, безусловно, любой прожектор в этой схеме светодиодный, с импульсом источника питания типа такого. Можете и 30 ватт, и 50 ватт. Но светодиодный прожектор. Ни галогеновый никакой. Так, у меня, в данном случае, тут стоит вилка. Поэтому я буду использовать для того, чтобы опять не долбать, не разбирать вилку, я буду использовать розетку, которая отношения к этому не имеет. Просто мне неохота разбирать вилку. Лень. Вот я вставляю розетку с проводами. Так называемые вот провода. Вот у нас будут это. А это у нас будут провода светильника. Вот она. Ну, начинаем собирать. Для начала нам надо, соберем вместо выключателя. Для этого нам надо, вот у нас два провода под розеткой, где выключатель стоит. Откручим саморезы. Вот таким образом. Так, смотрим. Тут вот у нас блок, вот этот вот. Сейчас я покажу поближе. Вот так. Таким образом собираем гнездо выключателя. Вот у нас два провода, а нагрузки у нас здесь две. Разумеется, по обычной схеме не подключить. Не подключишь две нагрузки. Тем не менее, мы можем разделить полуволны. Точнее их. И потом, соответственно, их декодировать. Вот на базе этой работает схема. Конечно, тут не все подходит, конечно. Но, тем не менее, светодиодное освещение с импульсом и источником питания здесь подходит, в принципе, больше половины, что не может радовать. И, что самое главное, здесь работают не мерцающие светодиодные источники. А мерцающие здесь не будут работать, они будут страшно мерцать. В принципе, это хорошо, потому что это фильтр. Если дрянь, она здесь не будет работать. Дрянь останется дрянью. Так, ну, начинаем собирать. Так, берем четырехсекционный клеммник и смотрим. Так, этот провод, который у нас голубой, синий, точнее, идет у нас на белый светильник, у которого идет у нас два провода. Вот этот белый, но это потом ладно. Так, ну, начинаем собирать. Так, соответственно, нам надо два диода, вот эти вот, и будем ставить его, соответственно. Первый диод мы поставим анодом к третьей клемме и катодом к первой клемме. Это будет у нас ВД-1. Первый клемм подключим синий провод, который идет у нас на выключатель. Теперь ставим второй диод. Кольцо это катод, запомните, анод это генет кольца. Ставим наоборот на первую и вторую клемму. Вот у нас так будет. Соответственно, анодом мы к первой клемме, а катодом подключаем ко второй клемме. Так. Ну и, соответственно, ставим на первую и четвертую клемму ВАРИСТР. Так. Это мы надо не допустить замыкания. Обязательно потом зажмите диоды в разные стороны, для того, чтобы не было кратыша. В принципе, здесь ничего фатального не будет, если даже замкнете. Но от цепи нагрузки вы можете спалить выключатель сенсором. И это, разумеется, не может быть хорошо. Вот берете так. Вот видите, замыкает. Отгибаете диод аккуратненько один. Вот так, для того, чтобы он не касался. Ну и ВАРИСТР старайтесь вот именно так. Так, ВАРИСТР, значит, первую и четвертую клемму. Вот он. Вот один провод, один диод я спрятал сюда, чтобы он не коротил. Вот таким образом. В общем, так вот. Делайте так, чтобы не было короткого замыкания. Можете ВАРИСТР просто так сместить, вот так вот. Чтобы диод не коротил. Вот так вот. Ну, чтобы таким образом. Вот понятно, как. То есть, точки соединения диодов, а диод должны в разной полярности. Один должен быть анод, а другой должен катод идти. Видите? Вот крупным планом покажу. Вот такая она схема. Так. Теперь нам надо отвести соответственно, три провода выключателя. Вот так вот. Сенсорного. И, соответственно, мы сделаем отводы. Так. Эль, ну, я возьму коричневый по привычке. Сейчас возьму, найду провод. Вот возьму сейчас коричневый. Кэль традиционно. Подключаем его. Соответственно. Правой клемме. Кэль. Вот она. Вот Эль тут не указана. Это, правда, неправильно Эль. Это не наверху. Имейте в виду. Так. Сейчас я нарисую. Не то. Так. Ставим мы, соответственно, Эль сюда. В первой клемме. Которая идет у нас, помимо этого, входящий провод. В данном случае белый провод. Вот входящий у нас. Это у нас называем, так называем, фазу. Так. Подключили. Так. Видно? Один мы с концов подключили. Теперь надо подключить, соответственно, к Эль-1. У нас здесь стоит анод. Вот этот вот, помните, который я загнул. Анод. Это вот этот вот. Сейчас подключим и... Так. Я сейчас возьму какой-нибудь черный провод. Так. Оголенный. Оголенных не вижу. Ну, вот. Вот черный провод будет у нас Эль-1. Эль-1. Раскручиваем третью клемму у нас клеммника. Тут у нас диод стоит. Я его просто загнул, его не видно. Ставим так. Поставили. Так. Диод упал. Так. Подключили. Так. Плоховато, что ли, затянул. В общем, таким образом. Ну, теперь остался нам последний. Так. Я возьму какой? Ну, возьму тогда... Голубой. Ну, тут голубой возьму. Коль-3 подключу. Так. Ну, теперь это конец ко второй клемме. Коль-3. Так вот. Так. Ну, и последнее. Дело на сточке сондиодов. Мы ставим второй провод проводки. Вот в данном случае у нас синий. Подключаем мы его, соответственно, к первой клемме. Так вот. 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 Который точка соединения диодов. Вот этих двух вот баристера. Все. Соединение у нас выполнено. Теперь мы аккуратненько прячем все это хозяйство. Таким образом, для того, чтобы нам спрятать выключатель. Так. Берем. Поддеваем. И вытаскиваем, соответственно, выключатель. Все. Так. Ставим мы выключатель. Так. Тут мешается все. Не беда. Так. Затягиваем винты. Так. Так. Теперь у нас, соответственно, вот у нас вот тут разъем. Вы должны вставить аккуратно, именно попасть, чтобы было по центру. Если вы по центру не попадете, не попадете, то тогда выключатель правильно работать не будет. Так. Вроде попал, не попал. Вроде нет. Так. Так. И так. Вот что я все сомни не нравится. То, что постоянно выпадает... Постоянно вываливается... Так. Ну ладно. Я пока крышку надевать не буду. Потом посмотрим. Так. Приступаем к сборке головной части. Так. Берем наш конденсатор. Берем где-то... Клемничек у нас четырехсекционный. Конденсатор мы ставим первое-четвертое, как многие видели. Но это потом. Сейчас я его загнул так. Так. Здесь все то же самое. Первый диод мы ставим анод на первую клемму ВД-3. Катод на вторую клемму. Вот так вот. Вот. Второй диод мы ставим наоборот. Катодам первой клеммы. Анодам третьей клеммы. Вот так вот. Ну и конденсатор мы ставим первую-четвертую клемму. Вот так вот. Обязательно не допускайте, чтобы никакие выводы клеммы первая-вторая-третья не замкнуло с четвертой клеммами. Почему? Потому что здесь у нас будет так называемый ноль. А там у нас пойдутся выключатели. Поэтому обязательно проверяйте. Сейчас я соединю права эти. Сборка такую. Так. 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 Так, вроде все соединилось. Этот я диод поставлю для того, чтобы не коротнул. Ну, в общем, так вот. Смотрите, чтобы ни в коем случае четвертая клемма не коротнулась любой из третьих. Первый, второй, третий. Иначе у вас вылетит семистор сенсорного выключателя. Так. Все. Остается подсоединить нам нагрузку. Как по схеме. Мы видели. Катод ВД-3. Так. Вот моя розетка будет, на которой прожектор. Ну, давайте я подключу его. Соответственно, так. Будет прожектор у нас. Так. Ну, по схеме давайте где. Анодом. Значит, ко второй получается. Так. И светильник у нас включает, соответственно, к третьей клемме. Где у нас стоит, соответственно, ВД-3. Так. Так. Ну, вот эти точки соединения мы соединим. Подключаем четвертой клемме. Первой мы садим, соответственно, проводки под светильник. В ней готовы проводки. Вот эти. Первая, четвертая. Четвертая это у нас нулевая по схеме. Вместе с соединенными нулями прожектора и светильника. Вставляем. Четвертую клемму. Так. И закручиваем. Так. И, соответственно, первый, который у нас идет от выключателя. Соединяем. Вот так вот. Все. Вот у нас получилась именно такая конструкция. Вот видите, все два провода. Ну, все. В принципе, пояснение здесь уже не нужно. Остается. И давайте испытывать схему. Так. Вот она схема. Так. Прожектор я поставлю вправо, светильник влево. Пока посмотрим. Так. Все. Так, видно, да? Проверяем на наличие замыкания. В случае чего, обязательно устраняйте. В противном случае, может уйти из строя. Так. Ну, давайте подключаем. Так. Если сейчас работ не будет, вполне возможно. Неправильно поставил. Да, действительно. Неправильно вставил. Вкладку. Давайте меняем и положение. Не знаю. Видимо, в разъем не попал. Сейчас посмотрим. Вот подсвечится. Как видите, подсвечится. Значит, работает. Видите? Работает. Работает, работает. Так. Все работает. Значит, угадали. Так. Теперь, если мне удастся напялить крышечку. Вот так. В том, что... Очень тугая крышечка. Поэтому будем... Ладно. Я крышку не буду надевать, потому что очень туго здесь натягивается она. Ну, все, в принципе, и так понятно всем. Просто, когда будете с силой за это... Защелкните. Так. Ну, давайте... Будет она ли у нас программироваться. Так. Кто не знает, могу сказать, чтобы на включение запрограммировал клавишу. Одну из сенсора. Держите несколько секунд до двух щелчков. До двух писков. Раз. Раз, два. И нажимайте, как только два писка было. Все. Включение есть. Теперь на выключение. Опять держите до трех писков. Раз. Раз, два. Раз, два, три. Все. Нажали после трех писков. Ну, это, в принципе, в интернете много. Поэтому я здесь сильно не буду заостряться. И давайте запрограммировим включение правого сенсора. Раз. Раз, два. Отпускаем. Кнопку B нажимаем. И на выключение кнопку D5. Раз. Раз, два. Раз, два, три. Все. Кнопку A включаем. Включается. Кнопку B. Включается. Кнопка D выключает у нас все. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, такая штука. Вот. Что интересно. Вот этот вот у меня пульт. Он у меня будет реагировать. Не будет реагировать у меня другого. Видите? Не реагирует. Вот кнопку D. У меня выключается эта люстра, которую я включил. Вот видите? Включается внешнее освещение. А это не гасит. А вот это, соответственно, погаснет. Видите? Пульт, который я привязал, соответственно, к этому устройству. Так, ну давайте сейчас еще последний тест на мерцание. Что правильно мы выбрали? Светодиодное освещение. Принеправильно оно будет мерцать. Так. Светильник у нас абсолютно не мерцает. Прожектор у нас абсолютно не мерцает. Видите? То есть все это подходит у нас все оба. Обе. Оба вида нагрузки. В общем, у нас такая вот схемка. Кто хочет, пусть собирает. У меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Пока всем.